Здравствуйте! Сегодня наш диалог выходит в формате подкаста «Депутатский корпус». Я с удовольствием представляю гостей в нашей студии. Это представители одного из самых ярких мест на карте нашего района. Замечательные женщины, которые вносят огромный, на мой взгляд, вклад в развитие этого поселка и нашего курортного района. Я вас с удовольствием называю их имена. Это глава муниципального образования поселка Анастасия Журавская. Здравствуйте! И заведующая музеем Келомяки Комарова Екатерина Боярская, с которой мы встречаемся не первый раз. И каждый раз эта встреча с огромным удовольствием. И бывший депутат я. И бывший депутат. Тогда еще что-нибудь добавьте к своей. Достаточно. Достаточно. Хорошо. Обратите внимание на те книги, которые у нас здесь на столике находятся. Это призы победителям сегодняшнего конкурса зрительских вопросов. Призы от наших гостей. Это пахнущие типографской краской издания, которые буквально совсем недавно появились на свет. И что это за книга? И буквально несколько слов о том, как она создалась. Ну, это эксклюзивное издание. Очень мало экземпляров. Она не продается. То есть это прекрасный подарок. Рисунки нашей жительницы, использованные в этой книге, специально для нее нарисованные. Поэтому очень-очень рекомендуем. Да. Вы хотите добавить что-то? Нет, просто очень хорошая книга. Тут нечего добавить. Действительно, все этапы жизни поселка, истории поселка там отражены. И прекрасная идея, между прочим, иллюстрировать живописью. Не просто фотографиями, а живописью. Да, я совершенно с вами согласен насчет иллюстрации и живописью. И хочу еще отметить, что для меня очень важно... Шрифт очень хорошо подобран, он хорошо читается. Крупный, да? Это тоже Евгения Демидова. Не то, что крупный, он очень изящный. Он в стиле вашего поселка. Прекрасно. 340-7362, телефон в нашей студии. Ждем ваших вопросов. И начинаем мы наш разговор с вот какого предложения, что ли, или с такой вот фразой, или с такого посыла, так можно сказать. Вот обращаюсь к Анастасии. Поселок с огромной концентрацией креативных людей. Каково жить и в таком поселке не просто жить, а и работать? Ну, конечно... Тяжко. Да. Капризные, потому что... Это обязывает. Это просто очень обязывает. Потому что действительно очень много творческих людей. А творческие люди капризные, как мы знаем. Но, конечно, я с удовольствием поддерживаю творчество людей. И вообще все возможные проявления творчества в том числе. Это не обязательно там рисование. Кто-то у нас есть архитекторы, у нас же есть писатели. И мне, конечно, очень приятно быть главой такого поселка. Ну, это вот ко многому обязывает. Кстати говоря, стимулирует ли это вас лично к тому, чтобы заниматься таким самообразованием? Естественно. Ваше участие в этой книге, мы знаем, совсем даже немалое. Да, да, да. Пришлось поработать тоже редактором. И, конечно, обязывает. Но ты же не можешь пойти на писательские дачи, не прочитав ни одной книги, например, Валерия Георгиевича Попова. Поэтому, естественно, это обязывает и расти выше. Насколько капризные жители вашего района? Ну, по-разному бывает. По-разному, да. Потому что, наверное, практически все считают тебя гениями? Естественно. Ну, у нас и правда все гении. И правда все гении. Вы подтверждаете. Как вы считаете? Мы не скромные, знаете, такие. Совершенно. Мы совсем не скромные. Ну, все гении. Вы адекватные. Ну, у вас такое место, которое просто генерирует гений. Это точно. По-другому, по-другому. Гений место, поэтому все гении. А есть ли у вас любимые уголки вашего Комарова? Моя дача. Самый любимый уголок Комарова. Ну, это как бы естественно. А место вашей работы? Ну, само собой. Но музей стал местом моей работы не так давно. А дача моя. Все мою жизнь. Это просто вот мой отчий дом. Я бы, наверное, если бы, не дай бог, пришлось бы решать, с квартирой бы со своей рассталась. Но вот только не с дачей. Потому что квартиры в нашей семье менялись. Квартиры часто там по разным причинам меняются. А дача, вот это вот то место, где я росла, где я жила. Это на даче происходит не то что отдых, а реанимация. Вот интересно, теперь мне приходится там и работать. Там и работать. Я как раз хотела спросить, а вы вообще разделяете уже? Да, я уже не разделяю, честно говоря. Не разделяю. Не слилось в один и такой процесс. Три минуты еду до работы, три минуты потом еду до дачи. Ну, может быть, в этом есть какие-то минусы. Работа с отдыхом уже слилась. Но настолько интересная работа, что пусть сливается. Эта работа для меня действительно явилась прямо каким-то вот откровением. Никогда не ожидала, что буду в музее. И вдруг вот так вот сложилась судьба, что я оказалась в этом удивительном коллективе. Нам повезло. Профессионал. Да, и мне повезло. Как-то взаимно повезло, да? Вы нашли друг друга. Да, Комарова и музей, и я. И все, все успелось. И наш музей теперь в составе историко-культурного музейного комплекса в Разливе, где прекраснейший коллектив профессионалов и людей высокой культуры. Это мы знаем. Это правда. Да. И, в общем, мы надеемся на развитие. Маленькая ремарочка. Вы сказали, что вы едете до работы три минуты. Вы на машине набираетесь? На велосипеде иногда. А, вот это мне нравится. Ну, на велосипеде десять минут. На велосипеде десять. Алексей, пожалуйста, вопрос. Мой вопрос следующий. Музей в Киломеде Комарова, несомненно, это сосредоточие в памяти о жизни и творчестве великих людей, культуры и науки, которые проживали в этом уникальном месте. Давно ведутся разговоры о том, что у музея тесно в здании муниципального совета. Я лично так уже мнение, как человек, который там бывал мне однажды. И, по-моему, уже давно назарил вопрос, получит ли музей отдельное здание. И если да, то где и когда это планируется сделать? Спасибо. Алексей, я, честно сказать, думал, что вы с предложением, что у вас есть такое здание, и вы готовы его так или иначе предоставить. Может, кто-то готов спонсировать нас и купить нам, допустим, виллу Юхневич, которая выставлена на продажу уже давно, и что-то никто не покупает. Была 400 миллионов, сейчас не знаю, сколько. Тоже я уже перестала следить после 400 миллионов. Да, прекрасное место, оно расположено на литерейном уступе, там такое проходное место, да, там по морской улице все время ходят люди на залив. Вопрос совершенно справедливый, конечно же, нас ведь никто не выгоняет. Нет, конечно. Мы, наоборот, рады таким соседям. Ну, конечно, взаимно. Но, тем не менее, действительно немножко тесновато. К нам приходят люди, ой, знаменитая Комарова, ну, узнали про музей, и в первый момент очень удивляются. Вот это все. Они, наверное, ожидают, знаете, увидеть тронный зал Эрмитажа или что-то в таком духе. Но потом, когда начинает экскурсия, становится всем ясно, что информативность необыкновенная, просто вот плотность информации просто огромная. Вот. Очень много экспонатов, которых просто негде выставить. Мы идем в этом направлении. Ну, к сожалению, да. Мы идем в этом направлении, но, к сожалению, пока... Есть кое-какие здания на примете. Есть. И мы надеемся. Это не быстро. Скажите только, сколько метров вас устроило бы дополнительно? Ну, прямо сейчас в эфире. То есть у меня плохо с математикой. Ну, примерно. Сколько? 100-200? Ну, да нет, 100. Это у нас сейчас 100 метров там. Помощь у вас. Нет, плюс я имею. Плюс нет. Ну, это уже нет смысла менять шило на мыло. Я не знаю. Конечно, это должно быть минимум. Масштабный. Я понял. Очень огромного тоже не надо. Это должно быть историческое здание. В идеале должна быть какая-то старая дача. Да. Да? Да. Чтобы атмосферно было как-то. Запускаем проект. Нам нужна старая дача. И посылаем в космос. Посыл. Да. Просьбу. Давайте пока посмотрим видеокадры, чтобы конкретнее продолжить наш разговор. Комаро – это настоящая оазис. Зелени, оазис, воздуха, живой природы. Но его создают жители поселка Комарова. Здесь, в Комарово, живут совершенно особенные люди. И живут они очень давно. И это знаковые люди. Люди, которые творят историю нашей страны, историю нашего мира. Поздравляю муниципалитет и всех организаторов, всех тех, кто поддерживает этот проект. Праздник и мероприятие. Замечательную библиотеку, которая знаменита. Так что огромное спасибо всем комаровским альтимистам. Мы продолжаем наше погружение в культурный пласт Комарова. И вот только что мы увидели кадр, который я просил бы вас прокомментировать. Это кадры со дня нашего поселка Комарова. То есть выступление Кантерова и, насколько я понимаю, вручение знака «Почетный житель». Да, да. И знака «Заслуги». Вот вы во всем уникальный, я имею в виду, поселок, да? Я вот, честно сказать, не совсем даже до конца понимаю, а день рождения поселка когда отмечается? Вообще, когда Катерина предложила праздновать день поселка, это было в 2015 году, первый день поселка мы ответили в 2016 году. И оно было 20 июля, если я не ошибаюсь. Ну, в этих числах. Даже не помню, почему мы взяли такую дату. Не помню, честно. Просто середина лета. Просто вот случайно, да. Так, макушка лета. И когда у нас сменился состав депутатов, Юрий Куликов предложил приурочить день поселка к открытию станции 1 мая. Соответственно, 14 мая по новому стилю. Киломяки. Да. 1904 год. 1904 год. И, соответственно, вот были кадры с празднования нашего 120-летия. И с того момента мы уже начали праздновать в мае месяце день нашего поселка. 14 мая. Люди уже собираются к этому времени на дачах. Уже все зеленое. Это уже практически начало сезона. Одновременно, да, как-то это вот такая отмашка. Начался сезон. Начались наши комаровские мероприи. Этим мы открываем сезон. Да. Ага. Вот как вы оцениваете активность ваших граждан по отношению к жизни поселка? Приходят ли люди с какими-то предложениями? Начинают ли заранее заботиться о том, как там у нас день рождения поселка-то отмечаться будет? Все ли хорошо? Все ли готово? Ну, в принципе, у нас вообще очень высокая активность жителей поселка. Да. То есть даже бывает, что спрашивают, ну, как даже уже. Ну, поскольку теперь уже знают, что в мае, до этого было непонятно, то ли в июле, то ли в мае. Сейчас уже все попривыкли. Вот. И хотелось бы отметить, что Юрий Куликов еще предложил отмечать каждый день поселка в какой-то тематике. Да, это отличное предложение. Целый год. Тематические дни рождения. Да, тематические дни рождения. И теперь мы уже подвели по то, что мы целый год выбираем какую-то тему, и целый год мы, собственно... По ней готовитесь? Да. Не только готовимся, мы выпускаем календари, например, в этой тематике. Какие-то мероприятия проходят в библиотеке и в музее именно по этой тематике? Это было у нас 60-е годы. В этом году, да. Стилистика 60-х годов. Ну, мы так решили, потому что это как раз был такой расцвет комаровской жизни в плане того, что как раз в эти годы и очень известные люди, писатели, поэты у нас поселились, писали, творили. Это вообще интересное такое время. Интересное период, да. Особое время, да. И очень насыщенное для Комарова. Приятно было смотреть, особенно на девушек, в том числе на Анастасию, которая пришла в таком потрясающем платье, вот оно там мелькнуло. Мелькнуло, только мелькнуло. Ведь это же такая мода была прекрасная. Давайте послушаем вопрос нашего телезрителя. Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем вас, пожалуйста, ваш вопрос. Как вас зовут? Здравствуйте, вам беспокоит Сергей. Сергей, замечательно, вопрос ваш. Да, я рад видеть замечательных и давать левых женщин в студии, А у меня вопрос к Екатерине Николаевне. А мне представляется, что вы могли бы стать отличным представителем жителей поселка Муниципального Союза. Думаю, к вам уже обращались с таким предложением. Что вы ответите на такое пожелание? Знаете, я была депутатом Комаровским, я не помню, какой-то, 2014 года, кажется. Да, с читательства. И я как раз-таки занималась вопросами культуры. Так что я тоже тут, в общем, приняла участие в кое-каких там проектах комаровских, связанных. С Днем поселка в том числе. С Днем поселка в том числе. Но и сейчас Анастасия так любезна, что приглашает меня по старой памяти, когда нужно что-то обсудить. Как консультанта, наверное. Ну, это наш художественный совет в том числе. Нет, на самом деле, сейчас Екатерина так занята, что я думаю, что еще и депутатство будет уже очень тяжело. Нет, это будет, конечно, излишне. И потом это разные, в общем-то, достаточно такие сферы. А подняться к вам наверх мне ничего не стоит. Мы же находимся в музее. Причем мы постоянно в взаимодействии, мы все обсуждаем вместе. Скажи, пожалуйста, что я предложила для этого празднования? Я горжусь этим предложением. Для последнего нашего. Она была прекрасна, потому что она предложила парад собак. Дефиле собак. Дефиле собак в костюмах. Я как собачник. Это был фурор. Это отдельный плац жизни Комарова. Нет, это было во время празднования дня поселка Комарова. Но это было изумительно. Ни одна собака ни на кого не гавкнула, не зарычала. Ни одна собака не уселась публично делать свои дела. Такая дружеская обстановка была. Ни одна собачка даже не поругалась. Большие, маленькие, дети были счастливы. Хозяева собак умилялись. И они сначала показывали там, кто что может на центральной нашей площадочке, а потом шли красивым дефиле через парк. Дефиле было прекрасно. Изумительно. Под барабаны. Мы решили это делать постоянно. Я понял, что основная черта Комарова – это умиротворение. Оно проявляется во всем. Даже в рекламе, которую мы сейчас покажем на нашем канале. Мы продолжаем наш подкаст «Депутатский корпус». Меня зовут Юрий Гурченков. Телефон в студии 340-73-62. Я с удовольствием еще раз представляю гостей в нашей студии. Это глава муниципального образования Комарова Анастасия Журавская и заведующая музеем Келомяки Комарова Екатерина Боярская. Извините, можно добавить насчет, вы сказали, умиротворяющая реклама? У нас один наш замечательный сотрудник, экскурсовод, он же писатель Андрей Юрьев, придумал наречие «Мне Комарова». Еще раз. Очень интересно. «Мне Комарова». Как вам? «Мне Комарова». А, понятно, замечательно. Это вот умиротворение, отдохновение от суеты, когда можно заглянуть в самого себя. Высшая степень умиротворения. Да. Это, да? Прекрасно. Вот скажите, пожалуйста, дошел слух, что у вас в Комарова появилась некая замечательная женщина, которая производит фурор буквально своим появлением, где бы она ни оказалась, и вот я хотел бы, чтобы вы чуть поподробнее рассказали о том, кто это, когда это, почему это. Два слова, а потом мы покажем видео. Вы имеете в виду, пусть я могу назвать уже имя, если я правильно догадалась. Ну, попробуйте. Ну, это, безусловно, наше счастье, гордость нашего, не только Петербурга, но и Комарова, наша Алиса, дорогая Бруновна Фрейнли, которая недавно посетила наш музей. Давайте посмотрим видеокадр, а потом продолжим наш разговор. Какой... Что такое? Бог. Какой его, так сказать, референт подсказал мне заглянуть в печную трубу. Я отвезла за движку печной трубы, там лежал ключ от бухгалтерии. Я зашла в бухгалтерию и, роняя вальку на руку, открыла бухгалтерию, вызвала себе скорую помощь, которая примчалась... Ну, маме, ты две скорые вызвала. А? Две скорые вызвала. Ну, ты помнишь, так. Две скорые вызвала. А так вот почему именно у вас оказалась Алиса Бруновна? С чем? Ну, в связи с тем, что она живет прям-таки за углом от музея. Ну, она именно в это время появилась. Ну, понимаете, мы планировали, конечно, эту выставку. Выставка называется «Театральная Комарова». И решили ее приурочить к вашему юбилею, Алисы Бруновны. Просто вот я знаю, что она ровно на 15 лет старше моего любимого брата Михаила Сергеевича. А у них даже дни рождения рядом. У него 26 декабря, у него 8. И у него в этом году 75. И я еще в начале этого года осознала, что, значит, Алисе Бруновне 90 будет ли. Боже, нет, даже вообще. Не хочу даже эти цифры произносить, потому что это невероятно. Так, короче, мы решили сделать эту выставку с таким общим названием. У нее приурочить вот к этому замечательному событию. И так все сложилось. Алиса Бруновна пришла, звезда. Сошла с небес. Боже мой. Она прекрасна. Как люди были счастливы ее видеть. Понимаете, вот она такой добрый, открытый человек. От нее столько тепла. Вот тепла. Правда. Человеческого. Если приятно, даже находиться рядом. И это так ощущается. Вот готовы были люди слушать ее и слушать. Я чувствую, что вот этот классик рядом с тобой, это невероятное ощущение. А вы знаете, мы ведь ее даже не приглашали. Она просто вошла и сказала, а вот и я. Понимаете, как вы объясните. Я бы не посмела, наверное, даже никогда ее приглашать. Потому что она такой человек. Она вот для своих готова на очень многое. И если бы я ее пригласила, вот буквально. Вот позвонила Болиса Бруновна. Вот приходит. А вот вдруг она себя не очень хорошо чувствовала. И она бы все равно пришла. Я тем более знала, что она до этого болела. Она простужена была сильно. Вдруг бы ей пришлось себя пересиливать. И мне не хотелось ставить ее в неловкую ситуацию. Ситуация отказа, если бы ей пришлось отказать. Я даже не смела, честно вам говорю, звать. Но, естественно, Варя знала. С Варей мы были в ВКонтакте. Варя принесла для выставки фотографии из семейного архива. И вот накануне вдруг, получая от Вари сообщение, мы придем с мамой. Боже, какое счастье. Этим своим, понимаете, визитом Алиса Бруновна такое высказала уважение. Комаровцам, да, ко всем. Да, я согласна совершенно. И к музейщикам, и к нашему музею. Она сказала фразу, которую надо записать вообще где-то вот в аналог. Комаровц – это особая каста. Да, было такое. Ну, я хочу добавить к этому, поскольку я отслеживаю творческую эволюцию этой семьи, надо сказать, что о папе очень как-то мало, на мой взгляд, говорят. А в то же время Бруно Фрейнлих, отец Алисы Бруновны Фрейнлих, был потрясающим актером. И я думаю, что есть смысл тем, кто интересуется театром, даже не профессионалам, найти какие-то кадры. Вот не знаю, кстати, есть ли они, было бы интересно узнать. Да, безусловно. Он и в фильмах во многих советских снимался. Поначалу-то, когда Алиса Бруновна только начала свою карьеру актерскую, говорили, вот дочка Бруна Артуровича. Да, да, да. И мне тоже довелось его знать довольно близко. Моя мама играла в Пушкинском театре вместе с ним. Ну, а потом, кстати, прошла такая рокировка, стали говорить, что вот этот вот актер, он отец Алисы Бруновны. Это, безусловно, огромная страница в истории театра. А выставка, в том числе, посвящена Игорю Петровичу Владимирову. Владимирову. Вы когда сказали про отца, я почему-то подумала про отца Варя, я подумала, что вы имеете в виду Игоря Петровича. Ему 105 лет в этом году исполнилось. Правда, в самом начале года, в начале января у него день рождения. Поэтому «Театральная Комарова» называется, общее все-таки название выставки. Там прекрасные фотографии, вот те, которые Варвара нашла для нас в своем архиве. Да, собственно, все, что на этой выставке есть, реквизиты спектаклей, фотографии спектаклей, это все ставит Игорь Петрович Владимиров. Владимиров. Это легендарное тоже имя истории нашего театра. Театр Ленсовета так расцвел при нем. Было два, три театра основных в Ленинграде. ТЮС, БДТ и Театр Ленсовета. И вот говорят, что делился весь город на тех, кто сегодня вечером в театре и на тех, кто не смог достать билет. Вот такой был театральный город. Звонок нашего телезрителя. Давайте послушаем вопрос его. Добрый вечер, пожалуйста. Как вас зовут? Будьте добры. Здравствуйте. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, гости. Меня зовут Вера. Вера, пожалуйста, ваш вопрос. Я бы хотела задать вопрос каждой гости. Пусть бы они назвали мне трех самых легендарных жителей Комарова, которые они считаются самыми яркими и значимыми историческими фигурами. Спасибо. Спасибо вам. На самом деле очень тяжело выбрать. Никого не хочу обидеть. Да, никого не хочу обидеть. Из бывших или из нынешних? Да, вот да, тоже интересуются. А вы решите сами. Ну, конечно, Анна Андреевна Ахматова. Это естественно. А вот остальных-то совсем обидеть не хочется. Так. Ну, наверное, Шостакович. Все-таки у него было три адреса. Три адреса в Комарова, да? Ну, наверное, Василий Павлович Соловьев-Седой, который такое количество великолепных своих хитов сочинил просто вот сидя на своей Комаровской даче, да? Да. Это из тех, кого нет. Трудно приходится. Потом, понимаете, у нас Академгородок. Данил Александрович Гранин тоже. Нет, ну о чем говорить? Данил Александрович Гранин. Спасибо. Александр Алексеевич Володин вообще мой любимый персонаж. Останавливаемся, останавливаемся. Знаете, вопрос слишком трудный. Очень трудный вопрос. Иначе вы приходите к нам на экскурсии, и мы подробно-подробно расскажем про всех. Вот было упомянуто имя Анны Андреевны Ахматовой. У нас как раз есть сюжет. Это не рояль в кустах, это просто такое совпадение с вопросом нашего зрителя. Давайте посмотрим кадры. Под зеленым шатром писательских дач в Комарова состоялось торжественное закрытие литературного фестиваля «Великое русское слово». Концертная программа началась с уникальной аудиозаписи стихов Анны Ахматовой в авторском исполнении. В течение нескольких дней на разных литературных площадках Санкт-Петербурга эксперты всероссийского уровня делились своим мастерством с начинающими поэтами и писателями. В завершающий день большого события в мире литературы организаторы решили провести на писательских дачах возле дома Великой русской поэтессы. Сегодня у нас значимое событие, финальный гала-концерт, на котором мы поздравляем и награждаем наших победителей, бауреатов, призеров, а именно молодых писателей, которые приняли участие в фестивале «Великое русское слово», позанимались в мастерских, отточили немножечко свое мастерство и, в общем-то, протянули нам руку, как наши коллеги и соратники. Фестиваль «Великое русское слово» повторяет традицию писательских дач, где мы с вами находимся. Здесь всегда сосуществовали несколько поколений поэтов. Буквально несколько слов о поэтическом проекте «Зеленый шатер». Как он возник и какова его суть? Может, как-то важнее даже все-таки «Ахматовские вечера», хотя «Зеленый шатер» – прекрасный тоже проект. «Зеленый шатер» – отличный проект. В данном случае сюжет про «Зеленый шатер». Спасибо Галине Ильюхиной за такой прекрасный проект, где молодые поэты могут себя показать. Но, конечно, на писательских дачах у будки Ахматовой легендарное уже мероприятие – это, конечно, «Ахматовский вечер». В 2006 году Александр Жуков – меценат. Москвич, кстати. Москвич, да. И его поддержал Владимир Акадьевич Гуменников, мой предшественник. Спасибо. Так получилось. И появился вроде как «Ахматовский вечер». Вот мы с Катей обсуждали, что на самом деле планировалось одно мероприятие один раз. Да, Жуков просто сказал, почему бы нам не устроить тут поэтический вечер около будки. И вдруг это стало традицией. И тут каждый год получается, что люди собираются, им интересно. И с каждым годом до сих пор собирается все больше и больше людей. Когда в ковид не было мероприятия, оно прошло онлайн. Даже тогда это собрало большое количество людей. Сейчас сколько людей? Каждым годом приходит все больше и больше. Это вот похоже на то, когда Кантеров выступает со своим оркестром около библиотеки, когда музыка звучит среди сосен. Шум сосен подчас перекрывает какие-то звуки. Но это прекрасно. А здесь поэзия звучит среди сосен, закрытым небом. Да, Валерий Георгиевич Попов. Да, он житель будки Ахматовского. Да, очень поддерживает все это. И нам он во многом помогает. Спасибо ему. И вот этот сюжет, который показали «Зеленый шатер», это как бы тоже, понимаете, не случайно. Именно вот там он родился, на писательских дачах. Поэтическое место. Оно к себе вот и притягивает таких людей, которые хотят в том же духе, в поэтическом духе, чтобы наша Комарова развивалась. Молодцы. Молодцы там писатели. Вот, Екатерина, вас вообще, скажу вам, слухи, доложу вам слухи. Вас очень хвалят как экскурсовода. Да что вы? Ну, вы в своем пространстве, конечно, там уже у вас все это на кончиках пальцев. Но ведь вы еще и прекрасно проводите экскурсии по легендарному кладбищу Комаровска. Ну, это тоже экскурсия, да. Это тоже экскурсия, да. Но вы преподносите это без всякого уныния, без какого-то такого минора, да. А наоборот, вы говорите о этих людях, как о наших современниках. Это вот очень приятно. И мне кажется, что это большое ваше достижение, как профессионального экскурсовода. Давайте мы сейчас посмотрим опять видеокадры и потом обсудим эту тему. Давайте. Какая уникальность его была в том, что он всю жизнь считал себя бездарностью, вообще лишним человеком, особенно в театре, никому не нужным, случайно почему-то получившим такую популярность. И был, наверное, единственным драматургом, который умолял режиссеров не ставить его пьес. Вот я от старых артистов БДТ, которых уже нет в живых, в частности от Зинаиды Максима Шарко, которая сыграла блистательно в «Пяти вечерах» БДТ. Собственно, с этого началась слава его как драматурга с «Пяти вечеров». Сыграла вот то, что в фильме сыграла Гурченко. Была читка пьесы. Сейчас так тоже делают, а тогда это вообще было нормой. Если драматург в пределах достигаемости жив-здоров, его просили читать пьесу, первая читка с артистами. И вот буквально было так. Он открывает пьесу, начинает читать первая строчка. Ой, нет, нет, я это перепишу, нет. Ладно, пропустим это дальше. Вторую строчку читает. Ой, нет, слушай, это так бездарно, это просто невозможно. Нет, нет, читает дальше какую-то реприку, которую должна Шарфонт, допустим, произносить на сцене. Зиночка, скажите сами, как хотите. Это то, что я писала, ужасно. А когда наконец-таки премьера, вот люди это видели, это не выдумки. Он стоял в фойе, если видел знакомых, умолял не ходить. Екатерина. Да. Что происходит? Ну, во-первых, большинство тех вот замечательных людей, которых я рассказываю, которых нет с нами, очень многих, ну не большинство, но очень многих мне довелось знать лично. Это люди из мира театра, из мира литературы. И потом я уже давно поняла, что неинтересны людям цифры и факты какие-то. Это все. Или там звания какие-то, там лауреатские, народные, разнородные. Это все важно, но не это интересно. Интересна жизнь. Вот на кладбище интересно рассказывать про жизнь. Интересны житейские истории. Интересно понять, что это были за люди. Не только творчество, тоже это можно прочитать. А вот узнать, что был за человек. Да, в Комарово. Кто эти люди были на даче? Многие из них были комаровскими дачниками. Как они жили на даче? Почему на них было Комарова? Вот такой Комаровский именно посыл. Они просто великие. Я так понимаю, что у вас очень хороший такой тандем. Вы очень дополняете друг друга. И это вот такой котел энергетический, который позволяет вообще ситуации комаровской развиваться, культурной ситуации, позволяет двигаться вперед. Потому что ни в коем случае нельзя растерять то наследие, которое в этой земле уже находится, буквально в шуме этих деревьев и так далее. Вот как ваши ощущения? Появляются же новые имена какие-то, наверное, творческие имена, которые тоже вписываются в историю? Появляются. Появляются? Да, появляются. Рассказываю немножко об этом. Очень часто на экскурсиях говорят, что было, а что стало. Я категорически не согласна. Да, я тоже. И когда говорят, что Комарова уже не то, то самое Комарово. В чем-то другое, но все меняется. Но по сути все остается. Люди приезжают. Но очень здорово, вот почему мы дополняем друг друга. Что с Еленой Аркадьевной, что с Катериной. Мы на одной волне. Мы занимаемся одним делом. Мы очень любим наш поселок. Очень любим. И хотим, чтобы его так же любили, ценили. Другие люди. Чтобы ценили не только за стоимость земли, которая сейчас там есть, а именно за Аллу. Мы же не знаем вот сейчас, в данную минуту, кто из, может быть, пока нам неизвестных творцов где-то что-то рождает в голове. Он может уже живет рядом с нами. 90-е годы, конечно, подорвали в какой-то степени вот эту вот ниточку традиций Комаровских. Но сейчас все восполняется. Мы восполняем, стараемся. По максимуму. Благодаря вам. Ну, мы маленькую свою какую-то долю. Только вносим. Стараемся ее внести. И Комарова еще много раз о себе заявит. Я в этом абсолютно уверен. Потому что, конечно, тут других вариантов просто нет. Но подождем. Подождем немножко. Хотя бы то время, пока идет реклама. А потом, может быть, мы увидим что-то новое сразу после рекламы Комарова. Мы продолжаем наш диалог и слушаем звонок нашего телезрителя. Добрый вечер. Добрый вечер, пожалуйста. Я понимаю, что ждать. Вам пришлось. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Людмила. Пожалуйста, ваш вопрос. Я постоянная жительница курортного района. И вот сейчас, благодаря вашей передаче, я с удивлением узнала, что у Комарова, оказывается, есть музей. Так вот, очень большая просьба вас с гостем, чтобы они озвучили, где этот музей находится, адрес, и когда можно посетить этот музей в часы работы. Спасибо за ваш вопрос. Вот не зря мы сегодня провели этот эфир. Ну что, здорово, что так вышло. Цветочная 22. Это поселок Комарова. 10 минут от станции пешком, даже меньше от платформы. Работает он с четверга по воскресенье с 10 до 6. А с 1 января начнет работать всю неделю. Ой, со 2 января. Кроме среды. Кроме среды. Приходите, мы ваше тело. Обязательно приходите. Людмила, надеюсь, вы прежде всего не одна приведете и своих друзей. Обязательно. Вопрос вот какой у меня в завершении нашей сегодняшней передачи. Вы сказали о тематических днях рождения поселка вашего. Да. 25-й год. Какая тема? На 25-й год Комарова и кино. Так что всех приглашаем на День поселка и надеемся, что это будет интересно. То есть есть возможность сняться в кино еще, наверное. В том числе. Кастинг, может быть, будет проведен. Посмотрим. Что-то интересное будет наверняка. Интригующе. Хорошо. Время подведения результатов конкурса зрительских вопросов. Какой вопрос? Ну, мне понравился... Девушка просила назвать и тебя, и меня. Это на засыпку был вопрос просто. Ну, а что делать? Я люблю такие вопросы. Камерзные. А вот у меня. Вера просила назвать и меня. Вера, да. А можно второго, другой вопрос? Ну, в виде исключения, только вот в предновогоднее время. Мне понравился мрачный мужчина, который спросил, когда будет новое здание. Ну, это просто очень актуально. Алексей. Не волнует этот вопрос. Это он попал в десятку. Ну, что ж, два победителя. Алексей и Вера. Поздравляем вас, наши замечательные телезрители. Вы получаете по уникальной книге. Напоминаю, купить эту книгу нельзя. Тираж ограничен. Поздравляем вас с победой. А вы, уважаемые гости, прекрасны. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо за ваш визит. Спасибо за вашу работу. Продолжайте. Мы всячески будем вас поддерживать. И, ну, если можно, начинаем поздравлять уже с приближаемся Новым годом, Рождеством и приятного вам настроения и всем тем, кто приходит в ваш замечательный музей. Спасибо. Ждем вас. Большое спасибо. Приходите к нам. Спасибо. Благодарю всех участников сегодняшней передачи, телезрителей, особенно тех, которые задавали свои вопросы. Большое вам спасибо. Будьте здоровы. И увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok